12 ноября во дворце спорта «Видное» состоялся баскетбольный матч команд «Спарта-НТК» и «Мерсин». Наши спортсменки сразились с турчанками в рамках Еврокубка «ФИБА». Помимо захватывающей игры, этот вечер был посвящен памяти основателя клуба «Спарта-НТК» Шабтая фон Калмановича. Подробности в репортаже Юлии Погасян. Кубок Европы – это второй по значимости европейский турнир, поэтому победа в нем считается высокой оценкой профессионализма баскетболисток. Благо в мастерстве наших видновских спортсменок из команды «Спарта-НТК» сомнений нет. Долгие годы они показывают высокие результаты игры, как на российском, так и на международном уровнях. Первый матч Еврокубка они играли на выезде на поле литовской команды и одержали победу. Теперь им предстояло сразиться с командой «Мерсин» из Турции. Залог успеха – это трудолюбие, это талант, это работа, работа, еще раз работа. И, конечно же, поддержка зрителей и людей, которые нас окружают. Средний возраст спортсменок в команде «Спарта-НТК» достаточно молодой – 21 год. И в основном все игроки видновчанки. Это очень важно для руководства команды, потому что в первую очередь необходимо развивать спорт в родном городе. Может, поэтому все матчи и минувший не стал исключением посещает много детей. Некоторые ребята приходят целыми классами. И это лишний раз доказывает то, что только правильным примером можно воспитать у подрастающего поколения любовь к спорту. Дети, которые должны смотреть на наших лидеров, за которых мы переживаем, болеем, и тем самым равняться на них. И я уверен, что в дальнейшем те, кто сегодня пришли, я не исключаю, как это было с теми, кто сегодня играет, так же будут нашими видностями, звездочками. Турецкий Мерсин считается одной из лидирующих команд. И от этого игра была напряженной. Но нашим видновским баскетболисткам все же удалось одержать победу со счетом 85-77. Как отметили зрители, это был один из самых захватывающих матчей за последнее время. А особенно он понравился детям. Мне одна девушка понравилась, но я забыла, как ее зовут. Она очень классно играет, все время голой забивает. Я, если честно, первый раз на трибуне появился. И мне очень понравилось. Следующий матч команде «Спарты НК» предстоит сыграть на своем поле, но уже в рамках чемпионата России. Юлия Погосян и Адамия Анталия Буслаева. Видное ТВ. В заключении выпуска информация о погоде. С районов Скандинавии опускается холодный антициклон, и мы уже чувствуем его холодное дыхание. Днем максимальное значение температуры составит всего лишь 2-4 градуса тепла. При достаточно плотной облачности местами не исключен слабый дождь. Ветер северо-восточного направления 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное – 760 миллиметров ртутного столба. Это вся информация на сегодня. Телеканал «Видное ТВ» желает вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин